Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы сказать, что мой доклад посвящен некоторым другим аспектам реабилитации, собственно говоря, вопросам реабилитации после реконструктивных операций, с тем, чтобы вы учли это. Процесс реабилитации пациентов после онкологических операций, после пластической реконструкции челюстных костей, является как бы одним из этапов окончательной реабилитации, которая в итоге должна привести нашего пациента. Мне очень было приятно много раз слышать сегодня на различных сессиях слово «качество жизни». Немцы так и говорят своим пациентам. Лебенсквалитет – это то, что позволяет нашим пациентам в будущем или в итоге быть полноценными гражданами. И как клинический пример я хочу показать реконструкцию нижней челюсти металлической пластины сразу после операции. Затем проведен забор трансплантата на сосудистой ножке из-под вздошной кости. И в итоге трансплантат фиксирован металлической пластиной, перестроившийся трансплантат. Все это в итоге сделано для того, чтобы наш пациент в итоге получил полноценный зубной ряд и активно мог не только, собственно говоря, жить не существовать, но его челюсть функционировала в полном объеме. А вот так это выглядит после окончательной реабилитации, скажем так, после окончательного протезирования в полости рта. Трудно представить, но сегодня это реалии, когда пациенты после резекции челюстей получают несъемные конструкции протезов. Следующий клинический пример. Также непосредственно после операции восстановлена целостность нижней челюсти металлической пластины и через, все зависит от стадии и от, собственно говоря, распространенности самого патологического процесса, когда производится вновь реконструкция нижней челюсти трансплантатом из малоберцовой кости, который зафиксирован металлическими пластинами и винтами. Спустя какое-то время, через полгода, проводится окончательная, будем говорить, реабилитация, когда в этот трансплантат и устанавливаются дентальные имплантаты, что позволит в итоге реабилитировать этого пациента, когда он сможет не только полноценно говорить, но и полноценно, конечно, питаться. Этот случай вы уже видели, доктор Зибер предлагал его, представлял его. Я только хочу обратить ваше внимание на следующие особенности, следующие моменты. Вы видите, во время операции костный трансплантат зафиксирован в области дефекта верхней челюсти. Эту рентгенограмму вы тоже уже видели, когда стоят провизорные или временные имплантаты, для того, чтобы пациент уже и на этом этапе мог фиксировать хотя бы временный протез верхней челюсти. Так выглядит ситуация в полости рта уже после удаления фиксирующих мини-пластин, после того, как проведена пластика преддверия полости рта, свободным расщепленным кожным лоскутом с бедра. В таком случае, конечно, сложно ожидать, что хирург, имплантолог сможет непосредственно, сделав трехмерное диагностическое обследование пациента, установить имплантаты. Конечно, здесь требуется и соответствующее планирование этого оперативного вмешательства, что и было сделано. Запланировано шесть имплантатов. Здесь вы видите, во время операции имплантации перестроился костный трансплантат, перестроившийся здесь еще видны следы остеотомии на сгибах, а вот уже введен в полости рта шаблон для сверления, который хорошо фиксируется при помощи или с помощью временных имплантатов, и после этого проведена была дентальная имплантация. Имплантаты введены в полости рта, и уже после завершения самой имплантации. Вы видите этот снимок. После операции дентальной имплантации видны также временные имплантаты, и уже винты, фиксирующие трансплантат, удалены. Вот проблема, которую я хочу сейчас затронуть, наверное, многих в зале здесь не касается. Я только хочу сказать, каждый третий врач в Германии имплантирует. Проблема переимплантитов, которая возникает, она начинает как шар, как снежный ком накатываться, потому что, в принципе, это хороший бизнес для врача, для зубного врача пациент платит самостоятельно, это отличный метод восстановления зубных рядов, но я хочу сказать об этих пациентах, и почему мы у них, у онкологических, особенно пациентов, не прибегаем к несъемной конструкции, или, скажем, не всегда прибегаем к несъемной конструкции, потому что уход полости рта, уход за этими имплантатами очень важен. Вы видите частичный съемный телескопический протез, который и, собственно говоря, зафиксирован у пациентки в полости рта. Но, когда возникает такая ситуация у пациента, у обычного пациента, это уже большие проблемы восстановить костную ткань или в итоге исправить эту ситуацию. А если мы сталкиваемся с такой, столкнемся с ситуацией, которая возникнет у пациента, которому, собственно говоря, реконструировали челюсть, то можно сказать, что все, что было сделано, может уйти на смарку. Чем объясняется? Ну, так вот рентгенологически начинаются эти переимплантиты. Две больших причины, которые существуют и которые могут привести к возникновению этого тяжелого осложнения. Собственно говоря, это уход в полости рта и контоминация самих имплантатов. Вот вы видите в обычном размере имплантат, соединенный с аббатментом, как будто бы нормальное соединение, а вот уже в этом увеличении 1 к 20, к 22 разам мы видим узкую щель, зазор. И если под микроскопом мы видим, то практически во многих, если я не хочу сказать, во всех системах дентальных имплантатов, вот этот зазор между аббатментом и имплантатом остается. Что это дает? Или к чему это приводит? Это приводит к тому, что практически полость внутри имплантата всегда контоминирована. Там всегда находятся микробы, которые, ну вот если вы сравните, вот 45 микрон и эритроцит, который размером 7 микрон. Что это в итоге? В итоге в этом эритроците могут разместиться и стрептококи, и бактерии, и коли, и спирохеты, и нейсерии. Таким образом, бактерии имеют обычную возможность войти в имплантат, выйти из имплантата и гулять, как, скажем, на этом туристическом лайнере, высота которого от палубы сравнима до верхней точки 45 метров, вот этот прогулочная яхта или кораблик 9 метров, и обычный человек, скажем, метр семьдесят, вот так же и они могут гулять по палубе, и так же эти микробы могут выходить и возвращаться обратно. Проблема есть, как ее можно решить? Препарат ГАПСИЛ, который профессор Фрицемайер в университете Дюссельдорф разработал, разработан он на основе ТИМОЛа, и вот он работает уже, работает, грубо говоря, выполняет свою функцию, он обеспечивает герметизацию имплантатов, и противобактериальная герметизация в течение более 10 лет работает этот препарат, и позволяет использовать его практически при любых системах нентальной имплантации. Очень просто его использовать, нанося его, имеется узкий носик, который вводится, эту авторучку, куда вставляется эта карпула, вводится в полость имплантата, вкручивается аббатмент, и через 10 лет исследования показали, что они стерильны. Или же второй есть путь, когда мы рекомендуем, и мы у себя в клинике используем эти имплантаты, которые имеют действительно большую точность, и их соединение герметично, бактериально непроницаемо, их соединение меньше 1 микрона. Я счел возможным вам сегодня рассказать об этой проблеме, которая, ну, я не хочу сказать, она скоро-скоро, сегодня и в России, и в Петербурге, и в Москве это проводится широко, следующий этап – это пациенты, которые онкологические, реабилитация их, поэтому я просто хотел бы обратить ваше внимание на эту проблему. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...